4,5 килограмма и новорожденный Дима пока занимает первое место во всем роддоме. Ласково его называют маленьким богатырем. У Натальи Бондаренко это уже третий ребенок, всех рожала в роддоме Станицы Крыловской. Первые два на свет появились еще до того, как здесь провели ремонт, а вот Диме повезло гораздо больше. Условия намного, как и были 12 лет назад, ведь медицина идет сейчас в гору у нас, как говорится. И все на высшем уровне сейчас, конечно, на условиях разница есть. Молодые мамы без шуток говорят, что после ремонта рожать стали больше. Хвастаться на камеру пока соглашаются лишь пациенты районного роддома. В нем как раз сделали капитальный ремонт. Остальные отделения таким похвалиться пока не могут. Медицинский организм Крыловского района сам нуждается в скорой помощи. Вопрос модернизации системы здравоохранения один из самых острых в районе, признается его глава Виталий Демиров на встрече с губернатором Александром Скачевым. На должность руководителя района Демиров был избран совсем недавно, в сентябре. И глава региона настоятельно просит уделить особое внимание строительству офисов врачей общей практики и реконструкции центральной районной больницы. Тем более деньги на это есть. Вопросы здравоохранения всегда были не лучшим образом представлены в Крыловском районе. Это и кадры, это, конечно, материальная база. Что вы, как новый руководитель района, собираетесь в этой части делать? Сегодня мы, благодаря вашей помощи, строим офис врачей общей практики в Шевченковском сельском поселении. Что касается ремонтов на уровне центральной районной больницы, то здесь выделено 6 миллионов рублей. Мы будем проводить реконструкцию до конца года отделения реанимации, отделения скорой помощи. Есть сметы на хирургическую, на отделение хирургии и на отделение терапевтическое. Это очень важно. В следующем году планируют начать строительство здания женской консультации, детской поликлиники и стоматологии. Все это должен быть единый комплекс. Решение медицинских сложностей – это решение и части социальных проблем. И будущий толчок к росту уровня жизни населения во всем районе, который в этом году за 8 месяцев сумел попасть в тройку лидеров по уровню социально-экономического развития. Виталий Демиров докладывает губернатору, что серьезное развитие района стало возможно благодаря неплохим темпам роста промышленного производства. Однако все-таки основным источником пополнения бюджета остается сельское хозяйство. И это не может не радовать, заметил Александр Ткачев, особенно когда в стране взят курс на импортозамещение. Очень надеюсь, что Крыловский район в лице нового руководителя получит динамику развития и, конечно, правильные проленческие решения. Что сможет, естественно, привести район к длительному росту экономическому, прежде всего, который отразится на благосостоянии включения доходов жителей Крыловского района. Все-таки район имеет свою специфику. ЛЦУ областей хозяйственный, он отдаленный, это по большому счету север нашего края относительно.